Здравствуйте! Вы смотрите Самара Гист. Меня зовут Инесса Панченко. Человек при жизни не всегда задумывается о том, что будет, когда его не станет. А случиться это может, в общем-то, в любой момент. Споры о наследстве широко известны в юридической практике. Бывают случаи, когда именно наследство становится причиной разлада между родственниками. Что из себя представляют наследственные споры? Каковы причины их возникновения? Каковы последствия таких споров? Давайте разберемся подробнее в этой проблеме на территории права. И мы не смогли бы этого сделать, если бы к нам сегодня не пришла Ольга Булатова, консультант Нотариальной палаты Самарской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Помогайте, давайте, там, разбираться сейчас со всеми спорными вопросами. Ну и самое первое, в каких случаях вообще может произойти раздел наследственного имущества? Что для этого должно? Какие быть предпосылки? Раздел наследственного имущества может быть осуществлен наследниками в случае, во-первых, что их несколько, и имущество поступает в их общую собственность. Собственность возникает в данном случае долевая с определением долей каждого из наследников. В случае, если один из наследников получает какое-то конкретное имущество, предположим, по завещанию ему завещан целиком автомобиль, то это имущество уже в разделе наследственного имущества не может участвовать, поскольку раздел наследства между наследниками осуществляется для того, чтобы изменить тот размер долей, который им положен по закону, либо по завещанию, и перераспределить имущество между ними либо в долях, либо целиком каждое имущество конкретному наследнику. В этом случае заключается соглашение о разделе наследственного имущества. Вот по этому поводу как раз в какой форме составляется соглашение о разделе наследства между наследниками по их согласию. И вот если все это добровольно, нужно ли это каким-то образом заверять перед государственной регистрацией, кто это делает? Ну, во-первых, говоря о наследственном имуществе, мы должны знать, что наследственное имущество может быть как движимое, так и недвижимое. В случае, если в разделе наследственного имущества присутствует недвижимость, недвижимое имущество, переход права обязательно подлежит государственной регистрации. Форма обязательно письменная для данного соглашения. Удостоверить это соглашение может как нотариус, который выдавал свидетельство о праве на наследство, который оформлял наследственные права, так и любой другой нотариус. Если мы говорим о недвижимом имуществе, то предварительной регистрации прав на те доли, которые были получены в соответствии со свидетельствами о праве на наследство, не требуется. Поэтому раздел наследственного имущества недвижимого может быть осуществлен сразу же после получения свидетельства о праве на наследство. И, как вы верно отметили, это соглашение заключается только лишь при наличии согласия между всеми наследниками. В отсутствии согласия, при наличии споров, а споры в данном случае могут быть, либо вообще не желают делить таким образом, либо если полагается какая-то компенсация, не согласна с компенсацией, все споры решаются в судебном порядке. Потому что нотариус удостоверяет только лишь ту сделку, в которой отсутствует спор, бесспорные права. Спор он не разрешается. Да. Ольга, часто ли вообще, вот из вашей практики, часто ли возникают споры по поводу наследства, раздела наследства? И насколько вообще вот это большой процент всех дел, которые приходится делать нотариусу, обращения? Статистику я вам привести не могу, к сожалению. Так, по вашим ощущениям. Но судебных процессов по вопросам оформления наследственных прав достаточное количество, поскольку обращение в суд для оформления наследства возможно уже на первой стадии, на самой начальной, еще до выдачи свидетельств о праве наследства и до определения долей. Предположим, это может быть восстановление срока принятия наследства. Если наследникам пропущен срок принятия наследства, законодатель определяет шестимесячный срок с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя, для того, чтобы наследники наследство приняли. Принятие наследства осуществляется двумя способами. Заявительный порядок – это путем подачи заявлений нотариусу по месту открытия наследства. Либо наследник может принять наследство фактически, то есть совершив действие, которое свидетельствует о вступлении во владение и пользование наследственным имуществом. Например, это оплата долгов наследодателя, это оплата содержания наследственного имущества, коммунальные платежи, он платил за квартиру, которая принадлежала наследодателю, это пользование совместным имуществом, проживание в наследственном имуществе, что подтверждается регистрацией на день смерти, либо в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Вот в этом случае, даже без подачи заявления, наследник считается наследство принявшим. Если же наследник не принял наследство в установленный срок, пропустил срок, он восстановит срок при наличии уважительных причин и пленум Верховного Суда разъяснил, какие причины следует признавать уважительными. Это, во-первых, незнание об открытии наследства, незнание, что не знал, что наследодатель умер. Это нахождение в беспомощном состоянии, в тяжелом болезненном состоянии, когда даже он не мог выдать доверенность, передать полномочия на принятие наследства новому лицу. Судебная практика складывается таким образом, что бездействие законных представителей несовершеннолетних лиц, либо недееспособных лиц в связи с психическими заболеваниями, также является уважительной причиной и срок принятия наследства им продлевают, поскольку их опекуны-попечители действовали недобросовестно в данном случае. Это решает суд. Бывают же такие случаи, что фактически наследство принято наследникам, но доказательств прямых, как квитанции сохранившиеся, регистрации, нет. В этом случае наследник также вынужден обратиться в суд, но это будет бесспорный порядок. Это заявление о признании факта, имеющего юридическое значение. Он будет обращаться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства, потому что он фактически наследство принял. Это первое, то, что у нас связано со сроками. Другие варианты развития событий – это доказательство наличия оснований для призывания к наследованию. К наследованию может у нас осуществляться по двум основаниям. По закону в этом случае необходимо доказывать либо родственные отношения, ну, проблемы с документами, там неверное было оформление, особенно в довоенные годы, да, предположим, до Великой Отечественной войны. Либо документы утеряны, и архивы также не сохранились. В этом случае наследники, которые желают доказать основание призывания к наследованию, они устанавливают факт родственных отношений в судебном порядке. Либо, если наследник призывается к наследованию, являясь иждивенцем, факт иждивения однозначно доказывается в судебном порядке. Ну, либо другое основание наследования – это по завещанию. При оспаривании завещаний тоже необходимо будет обращаться в суд. Если же мы говорим о спорах, которые возникают при разделе наследственного имущества, здесь также сколько ситуаций в жизни, да, такое же количество споров и может быть. Давайте тогда начнем все-таки в этом разбираться, потому что вопросы, которые вы сейчас все перечислили, очень сложные, и, наверное, требуют, может быть, разъяснений. Более детального, конечно. Даже и не один раз, но более детального однозначно. Я хочу нашим зрителям напомнить о том, что вы смотрите программу «Территория права». Программа выходит при поддержке Нотариальной палаты Самарской области. Сегодня у нас в гостях консультант Нотариальной палаты Ольга Булатова. Мы работаем в прямом эфире. 202.11.22. Вы можете звонить к нам в студию и задавать вопросы. А тема сегодняшней программы – раздел наследственного имущества. Итак, есть группа наследников, между которыми наследство должно быть поделено. Можно ли отойти от равенства долей при разделе имущества, либо оно должно быть поделено поровну между всеми? Если мы говорим о наследовании по закону, в этом случае наследники по закону наследуют в равных долях все имущество. И выдавая свидетельство, определяя доли наследников при выдаче свидетельства, нотариус от равенства долей не имеет права отходить. А вот уже потом, когда наследники желают наследство разделить, здесь наследодатель предлагает варианты действий и предусматривает такое понятие, как преимущественное право у одного из наследников. Преимущественным правом при разделе наследственного имущества в первую очередь обладают со-собственники с наследодателем на неделимую вещь. Со-собственники – это те наследники, которые еще при жизни наследодателя также владели долей в этом наследственном имуществе. Но, еще раз повторю, это должна быть неделимая вещь. Что такое неделимая вещь? Ольга, если вы позволите, мы чуть позже вернемся к этому вопросу, просто для того, чтобы сейчас нам принять звонок нашего зрителя. Алло, мы слушаем вас, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я была опекуном своего больного мужа. Вот. Он умер. Мы вступили в наследство. Я и две дочери. Как должно делиться право на это наследство, квартира именно между нами? Уточните, пожалуйста, квартира каким образом приобреталась? Получал муж, потом мы его приватизировали в долях, в долях. В долях. Но я была опекуном. Вы были опекуном. Я вас поняла. Спасибо большое. Квартира принадлежит наследодателю на основании договора безвозмездной передачи в собственность, квартир гражданам, договор приватизации, его называют. В данном случае право собственности супругу не выделяется, поскольку супруга тоже, как я понимаю, участвовала в приватизации. И доля, принадлежавшая наследодателю вашему супругу, будет делиться поровну между вами и дочерьми. Да, их несколько. В равных долях. То, что вы являлись опекуном своего супруга, никаким образом не влияет на увеличение долей в наследственном имуществе. Поэтому доли будут равные. А мы возвращаемся к вопросу о преимущественном праве на получение неделимой вещи. Вы сказали, что нужно доказать ее неделимость. Например, автомобиль может считаться такой? Да, автомобиль. Да, но доказать немножко грубо сказано, возможно, да? Потому что что такое неделимая вещь? Это та вещь, которую нельзя разделить в натуре, не изменив ее назначение. Поэтому неделимым будет являться автомобиль, да? Его только в общей древой собственности можно использовать. Неделимым будут являться жилые помещения, которые нельзя разделить таким образом, чтобы для каждой получившейся части она могла использоваться самостоятельно, то есть с отдельным входом. Да, и отдельные места общего пользования должны быть. Земельный участок, поставленный на кадастровый участок, он тоже является неделимым до того, как не будет произведен раздел уже на два земельных участка. Возможно, что и разделить будет не ряда, поскольку размер земельного участка не позволяет совершить такой раздел. Поэтому вот в данном случае, если есть сособственник, он имеет право на преимущественное право при разделе на эту неделимую вещь. Затем, следующая градация преимущественных прав, если сособственников нет, то в этом случае преимущественное право на неделимую вещь будут иметь лица, которые проживали в этом жилом помещении. Независимо от того, что они сособственниками не были. Также, если неделимая вещь не является жилым помещением, преимущественное право будут иметь те лица, которые, не являясь сособственниками, пользовались этой неделимой вещью. Кроме того, законодатель предусматривает и еще одно преимущественное право на предметы домашнего обихода. Обстановки, которые принадлежали наследодателю, и, как правило, они находятся в жилом помещении, то в этом случае преимущественным правом на эти предметы обладает лицо, которое проживало с наследодателем. И срок проживания с наследодателем, он не имеет значения. Пленум Верховного Суда подчеркивает, что они зависимы от срока проживания. Вот при возникновении споров на предметы домашнего обихода и обстановки, здесь, ну, спор, это мы уже будем говорить, что это суд в любом случае будет решать спор. Суд будет исходить из того, кто из наследников, потому что несколько же наследников могут проживать, да, и каждый из них имеет преимущественное право, да, у них равные преимущественные права. Здесь уже суд будет исходить из того, кто из них пользовался при жизни данным предметом. И также хочу небольшую оговорку, что не будут относиться к предметам домашней обстановки и обихода, вещи, которые имеют культурную ценность, историческую ценность, да, предположим, это какие-то коллекции картин, они, конечно, нет. На них эти правила не будут распространяться, они наследуются в ином порядке. Послушаем еще звонок. Да, конечно. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Ну, вот, я просто хочу, у меня муж умер, труженик ТЭЛа был. Я имею право на льготы, жена. А о каких льготах вы сейчас говорите? Ну, на проезд, проездной вот, чтобы бесплатно проезд. А как вас зовут? Нина Михайловна Медведева. Очень приятно. Нина Михайловна, я думаю, что ваш вопрос нужно задать вот сейчас не Ольге, а совсем другим каким-то специальным органам, потому что мы сегодня говорим с нотариусом, говорим о разделе имущества. И если такие вопросы у вас есть, звоните, пожалуйста, к нам в студию, мы с удовольствием на эти вопросы будем отвечать. О льготах на проезд, это вот приоритет совсем другого ведомства. Поэтому мы продолжаем о разделе имущества. И так, для того, чтобы получить свидетельство о праве на наследство, да? Его же нужно получать? Свидетельство о праве на наследство получать необходимо. Так, что сразу, вот какие шаги для того, чтобы и не пропустить срок, как мы говорили, шестимесячный, и сделать все правильно? Шестимесячный срок, он для принятия наследства. Для принятия. Да, для принятия, не для получения свидетельства, а для принятия наследства. Для того, чтобы о себе заявил наследник, что да, он имеет право наследовать, он призывается к наследованию, но он же может и не принимать наследство, и будет в этом случае считаться наследником отпавшим. Вот этот шестимесячный срок, в этот срок нотариус определяет круг наследников, которые могут быть призваны и которые приняли наследство. В шестимесячный срок наследственное дело, как правило, заводится, ну, если оно может быть не заведено, если был факт принятия наследства, и оно может быть заведено позже при представлении нотариусу доказательств о фактическом принятии наследства. Сразу оговорюсь, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, в данном случае в отношении города Самары. Последнее место жительства это город Самар, как нотариальный округ. И если до 1 января 2015 года оформление наследственных прав осуществлялось нотариусами по алфавитно-территориальному принципу, то есть зависело от района города и первой буквы фамилии наследодателя, то с 1 января 2015 года наследственные права оформляются по принципу «наследство без границ». Если наследодатель на день смерти был зарегистрирован в городе Самара, наследники могут обратиться к любому нотариусу города Самары. Наследственное дело будет заведено, и уже если наследников несколько, тут наследник, который первый, обратился к нотариусу, завел наследственное дело, все остальные наследники будут уже связаны выбором первого наследника обращаться к тому нотариусу, который наследственное дело завел. Но это отнюдь не означает, что тот, кто обратился первым, получит большую долю. Нет, это однозначно не означает. После того, как будет определен круг наследников, ну и даже при первом обращении, нотариус, конечно, уточняет, что же входит в состав наследственного имущества. Бывает, что наследники знают состав наследственного имущества на перечет, нотариус проверит в этом случае документы, подскажет, какие документы необходимо получить дополнительно. Но на сегодняшний день, как правило, список дополнительных документов сводится практически к нулю, поскольку в отношении недвижимого имущества подтверждать наличие либо отсутствие обременения нотариус в праве самостоятельно путем электронного обмена с управлением Росреестра. Он самостоятельно бесплатно заказывает необходимые выписки. Если право уже было зарегистрировано на недвижимое имущество, но правоустанавливающий документ утерян, нотариус также самостоятельно по просьбе наследника закажет справку о содержании правоустанавливающего документа. Это освобождает, во-первых, от временных затрат, стояния в очередях и обращения в другие органы наследника, а также от материальных затрат, поскольку это нотариус делает бесплатно. Если мы говорим о наследственном имуществе, о денежных средствах, которые хранятся в банках, нотариус тоже делает запрос. Чуть позже тоже перейдем к этому вопросу, а сейчас послушаем нашего зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры. Моя внучка проживает в квартире мужа, который с ней развелся. У нее ребенок. Ребенок прописан в этой квартире. У мужа эта квартира ведомственная. Он ушел, живет в другом месте. Но сейчас требует, чтобы она ушла из квартиры. У нее есть какие-нибудь права? А уйти ей некуда с ребенком. У нее какие-нибудь права есть? Ведомственная, значит, она по договору найма? Что вы подразумеваете под словом ведомственная? Он работает в пожарном управлении. Ему выделили квартиру, когда они были женаты. На ребенка, на нее. В собственность. На внучку и на него. Это квартира в собственности? Или это служебное жилье? Пожарное. Пожарное. Скорее всего, служебное жилье. Ну, тоже как-то не совсем досказано. Поэтому вариантов развития событий несколько. Если все-таки квартира предоставлялась на праве собственности, как-то был перечень лиц, возможно, в долях она была предоставлена. Поэтому если она была предоставлена на членов семьи и все-таки была предоставлена в собственность, в этом случае и супруга была перечислена, и ребенок был перечислен. Являясь со собственниками в этом жилом помещении, они имеют право пользоваться и владеть этим помещением. Здесь уже ни о каком выселении речи быть не может. Если это все-таки квартира служебная, нужно смотреть договор. О предоставлении этого служебного жилого помещения, полагаю, что, скорее всего, в условии договора указано, что данное служебное помещение предоставляется работнику с учетом членов его семьи. Бывшая супруга к членам семьи на сегодняшний день однозначно не относится. Ребенок. Да, ребенок членом семьи является. А вот здесь дальше следующий вопрос. Каким образом при расторжении брака решался вопрос о проживании ребенка? Если ребенок, как мы видим, то он с мамой проживает, ребенок был оставлен проживать с мамой, тогда он должен, конечно, проживать с мамой. Более того, что если он проживает в другом месте, возможно, этот договор вообще желают расторгнуть. Поэтому для того, чтобы однозначно и точно ответить на этот вопрос, нужно смотреть договор. К кому вы рекомендовали бы, к какому специалисту обратиться по этому вопросу? Ну, это можно обратиться в юридическую консультацию, да, либо к адвокатам. И попытаться на этики. Да, но необходимо для того, чтобы верно проконсультировать по существу, нужно знать основания принадлежности жилого помещения. Мы все-таки продолжаем разговор о разделе наследства. 202.11.22, вы можете позвонить нам в студию, время еще есть. Мы продолжаем отвечать на вопросы. И мы говорили о том, что еще и могут в качестве наследства рассматриваться денежные средства. Да, да, о порядке определения состава наследства. Если мы говорим о денежных средствах, которые хранятся в Сберегательном банке России, здесь тоже все достаточно просто, поскольку электронный обмен документами со Сберегательным банком и между нотариусами налажен. Нотариус самостоятельно сделает запрос, получит ответ. В отношении других банков, которые также могут размещать денежные средства граждан. Здесь, конечно, если наследники знают, в каком банке находится вклад, замечательно, нотариус подготовит запрос, направит запрос, и уже на основании ответа, полученного из кредитного учреждения, из кредитной организации, будет выдано свидетельство о праве на наследство. Но бывает, что ситуация складывается таким образом, что наследники предполагают и не знают, вроде бы должно, говорили, вроде бы есть, а может быть и нет. В этом случае нотариус обязан максимально оказать содействие для реализации законных прав, прав и законных интересов наследника. То есть разыскать, где-то находятся эти средства. Да, конечно, в разумных пределах, потому что у нас и банков много, и реестр держателей, если мы говорим о ценных бумагах, но согласуясь с наследником свои действия, нотариус, конечно, приложит все усилия для того, чтобы разыскать наследственное имущество. И при наличии всех документов, которые подтверждают состав и местонахождение наследственного имущества, при наличии оценки наследственного имущества, поскольку нотариус истребует оценку для расчета нотариального тарифа за оформление наследственных прав, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. И, учитывая шестимесячный срок для принятия наследства, свидетельство выдается по заявлению наследника при наличии всех документов по истечении шестимесячного срока. А вот здесь вот уже наследник для получения свидетельства о праве на наследство сроками не связан, поскольку даже если права не оформлены надлежащим образом, даже если свидетельство о праве на наследство не выдано, либо оно получено, там, право незарегистрированное в отношении недвижимого имущества, но наследник наследства принял, право собственности у него уже возникло. Поэтому переживать не стоит. Самое главное принять наследство. Да, мы принимаем звонок. Алло, здравствуйте. Алло, это со мной? Да, 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 говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Светлана Васильевна, Самара. Дело в том, что я человек прожилой, у меня 7,6. У меня двое детей. Проживаю я с сыном, дочь живет уже 20 лишнему лет отдельно. Она не участвовала ни в приватизации, но дело в том, что я решила оставить, когда я уйду в мир иной, им пополам, дочь и сын. Но, как сказать, дочь у меня уже 6 лет не бывает, не навещает, не пишет, не общается. Но дело в том, что она является инвалидом. Вот могу ли я как-то еще иметь, дать ей меньшую долю по сравнению с сыном, который проживает со мной, и он со мной хорош. Мы поняли, Светлана Васильевна. Светлана Васильевна, в отсутствие завещания ваши дети будут наследовать в равных долях, по одной и второй доле. Поэтому, если вы желаете в равных долях, завещание это составлять не требует, не следует. Потому что вначале вы сказали сначала про равные доли, потом решили все-таки от равенства долей уйти. Если же вы желаете, чтобы дочка все-таки получила долю, но меньшую, это, конечно, необходимо составлять завещание, изменить порядок наследования по закону. Но ваша дочь, являясь инвалидом, является и обязательным наследником. Кто такой обязательный наследник и что такое обязательная доля? Это та доля, которую получит наследник, являющийся нетрудоспособным на день открытия наследства. Нетрудоспособным у нас являются граждане инвалиды, либо достигшие пенсионного возраста на день смерти наследодателя. Дочка у вас, находясь на инвалидности, является обязательным наследником. Обязательная доля составляет половину от того, что наследник по закону имел бы право получить. По закону, ваша дочь имеет право получить одну вторую долю от всего имущества. Поэтому обязательная доля будет равна одной четвертой от всего имущества. Предположим, если вы составляете завещание на вашего сына, указав, что вы завещаете все имущество сыну, дочка в любом случае получает одну четвертую долю, если она выразит свое желание и пожелает эту долю обязательно получить. Как вариант развития событий, дочка может эту обязательную долю не получать. Одним словом, лучше все-таки составить завещание, чтобы уже быть уверенным в том, что... Да, если вы желаете, чтобы дочери досталась меньшая доля, это только завещание, больше никак. Ольга, еще хотелось бы, чтобы мы успели вот какой вопрос обговорить. Наследник, получая наследство... Нет, не задаю вопрос, слушаем зрителя. Алло, здравствуйте. Да. Будьте добры, вопрос такого характера. У меня дочка находится на Украине. А будет ли сложности при вступлении в наследство? После... Ну, если ей нужно будет приехать сюда и заняться этим вопросом. Она гражданка Украины, да? Да, гражданка Украины. Спасибо. Я уже говорила о том, что место открытия наследства определяется последним местом жительства наследодателя. И полагаю, что звонивший является гражданином Российской Федерации. Поэтому местом открытия наследства будет Российская Федерация, ну и город Самара при регистрации в городе Самаре. Обращение к нотариусу в данном случае, ну факт принятия наследства вряд ли будет, если наследник проживает в другом государстве. Обращение к нотариусу в данном случае будет путем подачи заявления, а подать заявление можно и засвидетельствовав подлинность подписи там, на Украине, у украинского нотариуса. Обязательно заявление должно быть, подлинность подписи должна быть засвидетельствована. Затем переведен, ну либо там возможно осуществление перевода и сюда уже направить нотариусу это заявление. Либо даже в отсутствии перевода, если будет сюда направлено заявление, перевод можно будет осуществить здесь. Здесь дополнительной легализации этого документа не требуется, там проставление, а по стиле, предположим, поскольку у нас конвенция, соглашение между Украиной и Россией. Одним словом, проблемы могут быть только временные, какие-то юридические, но по факту, по закону, в общем, проблем никаких быть не должно. Ольга, спасибо огромное вам за консультацию, о многом еще не успела спросить, но, видимо, увидимся в следующий раз еще. Споры о наследстве относятся к очень сложным, поэтому при их возникновении нужно все-таки обращаться за помощью к специалистам. Спасибо за то, что были с нами. Увидимся на территории права. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин